Здорово, здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Яван. И сегодня у нас продолжается тест работы на сервере Смотра МТА. Это последняя, наверное, работа, которую мы будем обозревать. Это работа лётчиком, водителем пассажирского самолёта. Так что присаживайтесь поудобнее. Что я говорю? Присаживайтесь, короче, поудобнее, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что если этот ролик наберёт 30 лайков... Хотя нет, давайте просто так. Просто вам понравился видос, поставьте лайк. Не понравился, ставьте дизлайк. Но не спешите дизлайк ставить. Давайте так, если сегодня на этом ролике наберётся хорошая активность, то завтра я выпускаю видос с конкурсом. И если чё, сразу говорю, конкурс будет не особо такой мощный, но для новичков будет конкурс, дай боже. Но когда я приеду, когда этот закончится конкурс, мы сразу начинаем второй, он будет, фу, блядь, будет более жирный. Так что давайте мы вылезем из X5, уже уберём. Я только что, как вы знаете, раньше, чтобы начать работу пилот, надо было 40 левел, и на 35 левеле вы получали права на самолёты, да? Я тогда бил что-то, тоже хотел записать видос, но я понял, что очень дорого это выйдет, там что-то около десятки или пятнашки станет 40 левел, я передумал. Я набил 15 левел и оставил. И с этим обновлением они сделали так, что права на авиасамолёты можно получить с 20 левела. А у меня 15, у меня права были перед, можно сказать, вот этой работой, и они сохранились. И поэтому я могу сейчас её начать. Вот, я уже, как видите, в чате немножечко начинал перед этим. Я просто зашёл, нажал типа начать, посмотрел, запускается она или нет, и с меня сняли за неустойку 50 тысяч рублей. Да, смотра МТА Айрелайнс взять рейс Ямак Погода, а перед этим было лучше. Чё там, все интернеры убраны, получена новая информация от диспетчерской вышки, получен курс аэропорт SF, высота 104 метра, скорость только МПЧ, диспетчер выполняю рулёжку. Вы успешно начали работу в службе авиаперевозок, получаем контракт на крупный коммерческий перелёт. Выполняйте, так. А чё, едем, нет? 2 или плюс, это чё означает? Q или E? Q это E, это понятно, это всё. 2 можно? А, запустить движок надо. А чё означает 2 или плюс? А, это, наверное, убрать этот, шоссе. Блять, куда я еду? Ясно, пацаны, у меня уже горит самолёт, я надеюсь, его можно починить. Я только что начинал в ангаре, ничего такого не было. И было намного лучше. Они специально, походу, сделали, чтобы не так легко было работать, потому что мы увидели, что не раз это... А, вот. Всё нормально стало. Ясно. Высота 104 метра. Так. Выполняем рулёжку. Рулёжку. Ну, выполняем. 108 километров в час. Ага. Просто если на транспорте так же делать, 108 километров в час будет быстрее, мне кажется. Выполняем рулёжку. Сообщение диспетчера. Ясно. Турбулентность. Условия. Состояние аэропорта СФ. Плохая видимость. 100 метров. Да, видимость не особо хорошая. Так. Каждый раз, кстати, видимость меняется. Вот. Да. Угол поворота у него не самый лучший. Вот это нравится, что зелёные появляются. Такая, типа, к меточке. Типа, если плохое условие, то оно показывает, куда плюс-минус ехать. Вот это прям плюсик-плюсик. Самолёты заменены. Ну, в принципе, обычный скачан с китровой сити. Так. Ждём разрешение на взлёт. А, нет, подожди. Мне там ещё что-то говорят. И тупой. Давайте под... Звук. Где-то вот так. Разрешён. Взлетайте. А, нефигайся, тут даже звуки добавили. Нормально, нормально. Только точка так, если честно, не реалистична, что пипец. Сублюдайте. Сублюдайте, курс... Пи 80 м... Чё, блядь? А, это точка. Видимость... Знаете, чё плохо? Когда сдаёшь на права, тоже сразу... Не сразу точка появляется. Да, двойка убираешь и си. Короче, когда сдаёшь на права, не сразу появляются точки. И надо будет так перелетать. Я так два раза сдавал. Той. Блядь, вот про что я ему говорил. Я просто облачко. Маленькая. Да. Вот это то, что она с задержкой появляется. Сублюдайте курс. Не, вот звуки... Вот звуки это просто за звуки лайк, пацаны. Не, но говорили, что она очень прибыльная. Что там сто с чем-то тысяч дают. Давайте посмотрим. Да, и управлять, кстати, им намного сложнее, чем в обычной GTA-шке. Стоковой. Они как-то затруднили его управление. Он не так сильно откликается на клавиши. Нажимай, например, налево, и он очень долго. Вот. Типа, я понял, если кружочек попался, значит, типа, нормально. Типа, по высоте проходим. Че-то только что было. Вам тоже понравилось? Boeing 3-7. Короче, если... Показываю это треугольник, типа, вверх или вниз, это нам надо или опуститься, либо подняться. Все, теперь опуститься нам надо, вот. Только о чем или тем вбок, мне никто не скажет. А, скорость. Надо подняться. Капец, мы летим высоко. Все, нормально, поднялись. Что там скорость 5... 5-400 метров. Опускаемся. Все нормально. Хорошо, что чекпоинты надо не через них прилетать, а возле них даже. Это, типа, самолет с этого сдувает или что, я не понимаю. Можно выше? Вот, нормально. А то, если бы надо было через кружочек пролетать, это было бы вообще очень-очень жестко, мне кажется. Расстояние... И что мы падаем? Ну, если как-то лететь вбок не особо реалистично, я вам так скажу. Я надеюсь, вы тоже это видите, что я вбок просто лечу. Скорость 0. Так, куда? Понял. Это, походу, типа, ветер... Как они сделают, типа, ветер сдувает. Так, надо выпускаться. Все, на этой высоте. Плюс-минус. Выше даже. Вот. Еще выше 4... 900 надо. У нас 4 800. О, нормально. Это, типа, пишет точки разные. И после того, как я... И после того, как я собрал разные... Да, заткнись ты, задавал уже. Короче, когда я собрал разные точечки, он что-то говорит. Фигер, знаю, что он там говорит. Так. 2... 2... 2 755, это... Опускаться надо. Только у меня высота справа 3 300. Мне показывает опускаться. Хотя, на самом деле... На самом деле, у меня 2 800. А там 2 700. Ну, вы видите, как она разная просто. Там выше намного. Да... У меня еще хп не особо. Блин, если еще умру, то я будет вообще гг. Если неудачно приземлюсь. Мы так долго летели в ЛС. Открываем шасси. Подготовьтесь к посадке. Про что я вам говорил? Про то, что я не собрал точку. Последнюю. Главное, теперь самолет-то не утупить. Не по кайфу, не по кайфу будет. Давайте кружок сделаем, как в настоящий самолеты, чтобы сбросить топливо. Вот. Вот этот раз уже должен попасть в дырочку. Заебись. Больше ничего не могу сказать. Просто ничего. Точечка светится, зеленый цвет светится. Нормально. Обожаю. Мне просто интересно, что будет, если я приеду. Там самолет останется. Мне, конечно, ничего не писало. Типа, вы вышли с самолета. Т.д. и т.п. Но это баг, что сказать. Если мне сейчас придется перелетать, это же будет просто гг. Я просто взял себя и накаркал. Когда летели, я говорил, что у меня один с хп. Говорил, главное, чтобы я еще не умер. Я как раз крылом зацепил и умер. Конечно, с одной стороны, это прикольно, что на транспорте, куда мы врезаемся, типа, хп уменьшается. Да. Но с другой стороны, где... Самолет, все нормально? Останой. Тихо, тихо, молодой. Ясно. Он еще прозрачный. Может, мы сядем как-то? Не знаю. Типа, ГТА-шка. ГТА-шка. Такая фигня есть. Типа, жалла F. Она бежит за ней. Может, как-то как-нибудь сядет. Вот. Вот. А, самолет взорвался. Заебись. Сейчас, походу, еще кто-то сейчас минус 50 тысяч заработает. Или нет? А, фигушки. Теперь я знаю, что. Теперь давайте спауним маленький самолетик. Кукурузник. Кстати, а что будет, если я заеду на кукурузнику сюда? Ха. Интересно, да? А, фигушки. Не работает. Так-то не работает. Или работает? Не, не работает. Короче, что я хотел, что я взял кукурузник. Я хочу себе туда залезть. Мне надо что-то высокое. Теперь я залезу как-нибудь на кукурузник. А, я же в пассивке. А-а-а. Все, вырубили пассивку. Я теперь понял, что я не мог запрыгнуть. Вот. Запрыгнули на кукурузник. Теперь, по идее, нам ближе к этому. Угу. Я забыл, что в кукурузник мы тоже садимся. Так, Е-70. Не добавили на Додо свою модельку. Теперь это просто... ...GG. А не Додо. А вот так, если. Короче, ясно. Во, 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 во. Все, пацаны. Фух. Конечно, вы тоже так можете сделать, если у вас есть высокий автомобиль. Типа. И он не чинится, кстати, самолетик. В чем прикол. Интересно, оно будет работать сейчас? Там, наверное, медик офигел, что там просто самолетик там. Катастрофа, авиа. Во! Я, конечно, не подстрекатель, да? Его, во-первых, не починить. А, во-вторых, если нас заставит еще назад лететь. Она заставит назад лететь. То это будет... ...вэрри интересно. Нет, только со мной это может переключиться. Я же мастер-взения. Так. Поворачиваем. У нас еще движок дымится. Ё-моё. Можно у кого-то с админа попросить? Бухой, 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 бухой. Сейчас посмотрим, как работает администрация. А, блин. Как это? Как он там пишется? Через шестерочку? А, через Ку. Ку. Хелп. Хелп. Можешь? Почень. Стоп, стоп. Нам не надо... Закончить рейс. Рейли, нам не надо назад ехать. Сто сорок четыре тысячи. С одной стороны, то, что я только что устарался столько времени, что я врезался. И... Просто летел сюда, да? Привет. Да, я только... Да. То, что я врезался, я летел сюда. Хотя нет, звуки... Звуки можно немножечко добавить. Типа... Типа, я пока долетел сюда, туда и сюда, я не знаю. Минут десять точно прошло. Может и больше. Я даже не знаю, сколько время прошло. Но типа, сто сорок четыре тысячи. И то, если вы там, как я, типа, взорвались или умерли. Типа, мне повезло, что я еще... Самолет остался, типа, на авиабазе. А если где-то в другом месте, то это просто и минус пятьдесят тысяч. В случае с инкассаторами, такое не произойдет. Но в случае с медиками, там надо еще ответы, вот это все. Пока для меня инкассаторы просто number one. Потом идут медики, скорее всего. Но сейчас давайте я еще по фасту сам проеду в СФ, я надеюсь. Или они только в АЛС отправляют. Мне просто интересно. Если они еще в АЛС отправляют, то можно, типа, посмотреть. И, кстати, деньги на руки дали или нет? А то у меня было меньше ляма, и сейчас уже лям. Типа, если они, говорю, в СФ отправляют, в ВВ отправляют, это будет интересно. Пацаны, работают. Да, но прикол в том, что 144 тысячи на самолете. И прикол в том, что они все еще умеют прям летать на самолете. Я на это играл там и в одиночку много лет, и в САМПе играл. Типа, на самолетах летал. То я уже привык. А вот тут сложно-сложно. Мне интересно, если я полечу с СФЛВ, так же заплатить? Или меньше, или больше? Или это сумма, типа, разная каждый раз? Это тоже интересно. Так что давайте я сейчас пролечу. Или долетим, и я продолжу. А хотя давайте сразу. Интересно, начнется? А то начинать или закончить? А, взять лейтс, окей. О, уже нас маленький появился. Он, кстати, быстрее. Это Шамал. Только, походу, сейчас у меня кихнет пациент. Потому что он не проружен, как вы видите. Не появились эти самолётики. Э, говорю, самолётики. Крылышко. Не появились. Крылышко, я так сказал. Кстати, что это у него? Чёрное что-то такое. На спине его видите, да? Такое чувство, как он дымится. Помни, кажется? От первого лица шо? А ну, что следовало ожидать? Просто. Просто белая текстурка. И сзади тоже. Ну, в самолёте от первого лица, они замораживаются. Сова. Ящик с деньгами. Кстати, где он? А, ясно. Посмотрел, называется. Когда-то уже фиг откроешь. Прикольно то, что тут, ну, не таби, не таби, а в отдельный мир. То есть, я... А, короче, я перезашёл. Мне кикнуло. Закончить рейс на 50 тысяч. Чётко. И опять мне надо... И опять нам надо брать вот эту большую фигню. Ехать. Взлететь, вернее. Да. Короче, давайте. Три турбинки. Чё, чё ты? Ооо. Хоть фит нормально от первого лица. Только я не туда еду. Короче. Давайте я уже ускорю скорее это всё. Скорее всего. И потом уже в конце продолжим. Всё, решите посадку. Так. 85 хп нормально. А то перед этим три раза точку встирал или 4, не помню. Надоело уже. Я уже хотел психануть, оффнуться, ну ладно. Да, всё. 86. Солнечного порыва ветра, да. Мы специально, короче, так сделали, чтобы... Не ездишь, блин, 140 тысяч. Просто пролетел там, стоит, типа. Вот. Аэропорт ЛВ. Выбрать рулёжку. И сейчас, наверное, возле тех, 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 тух, тах. Короче, этих трамплинов, можно так сказать, встанем и закончим работу. Ну, мне кажется, если из СССР и ЛВ, должны дать где-то 150-180. Да. Так что давайте. И если честно, я хочу ещё раз попробовать. Я хочу всё-таки Шамал опять испытать. Мой, что на Шамале, типа, Шамал это же пассажирский. Это тоже... Это получается не пассажирский. Это получается грузовое. Вот. И, по идее, на Шамале должны, типа, пассажирский, должны больше оплатить, чем на грузовом. Ну, короче, сейчас посмотрим. И подъезжаем. И чё нам дали? 141 тысячу. Так, мы подъезжаем. Сейчас будет истина, истина. Вот. Берём. Это, конечно, не Шамал. Но тоже интересно. Короче, каждый раз, кому чё попадёт. Не пристрекательный. Ну, как тут приехать, если тут крыло маленькие. Ясно, прилижает одна сторона, а вторая, типа, нет. Не-е-е. Шо пацаны? Попахивает недоработкой? Я бы, конечно, вот через мост пошёл. Ну, ладно. Аэрофлот. Короче, давайте я долечу на этом. Посмотрим, сколько на этом заплатят. Надеюсь, может больше. Мы летим, конечно, на такое интересное место, как вы видите. Это просто пляж. Просто на пляжу сядем. Кстати, этот рейс я еду 3-5 минут. За 5 минут 73 тысячи. Ну, в принципе, быстрее, чем дальнобойщики. Нальнобойщики, но прикол в том, что мы приезжаем на базу. А мне теперь СЛС. С этой стороны надо ехать в СФ аэропорт, чтобы начать и закончить работу. Ну, короче, то, что мы здесь приземлились, это было нежданчик. Нежданчик. Ну, блин, я всё-таки хочу Шамал, так что я опять еду полетать. Итак, ребята, я, короче, прилетел. Берём рейс. Шамал, наконец-то. И чё, давайте уже поедем сюда. Просто интересно. Мне кажется, кто-то вообще сюда ездил? Или я такой отбитый просто? А, да. Я тупой. Не отбитый. Вон, точка стоит. Мне сейчас придётся туда ехать, а потом возвращаться назад. Да, я уж хочу, что-то не просчитала, не просчитала. А мне очень интересно, а может, это для чего сделано? Скорее всего, для этого. Хотя там он полностью ездаблил. Я ещё раз напоминаю, кто ещё досмотрел до этого момента. Напишите там, просто напишите плюс в комментариях. Всё, мне больше от вас ничего не надо. Это одну миллисекунду займёт. Мне просто интересно, до этого момента кто-то смотрит видосы или не смотрит. Вот, там что-то... Кстати, ещё кто-то приехал смотреть. Вот если вы просто смотрите, просто поставьте лайк и напишите плюс в комментариях. И напишите, пожалуйста. Вот просто напишите, делать конкурс или нет. И пишите автомобили, которые вы хотите в конкурсе. Только не очень дорогие, у меня же не вечно миллионов много. Но просто напишите в комментариях, какую тачку вы хотите в конкурсе. А, я думаю, что это за корабль. Это с этой... С другой стороны мы подлетаем в ЛС. Ясно, ясно. Открываем шоссе. Ну, посмотрим, сколько у нас заплатят. Но, по идее, в ЛС очень дорого платят. Если... А, ещё дрифтеры здесь. Горе-дрифтеры, блин, собрались. Дайте посадиться. Посадиться. Сейчас кому-то мы очки забьём. У меня 12 хп. Ну, нафиг. У меня уже жизнь научилась, что так делать не надо. О, 11 хп. Так, подъезжаем в конец просто. Не, ну, блин. RX-8 такая симпатная. 129 тысяч. Ну, в принципе, такое, если часто. Мне кажется, другие работы как-то... Я сначала подумал, что он-то пахнулся. Потом посмотрел, что она немножечко не такая. Короче, ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Там был номер NET888. Димон, привет. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Ставьте лайк, если вы хотите завтра, чтобы вышел видос с конкурсом. Вот, на Авинтадор. Давай, если 100 лайков наберёт этот видос, мы разыграем Авинтадор. Но лайков не наберётся, поэтому я так громко говорю. А может, наберётся, если вы постараетесь. Короче, на этом всё. Всем удачи, пацаны. Я пошёл монтировать. И всем пока.